Я как-то сильно напряжена. Выпить воды? Водки. Выпей водки. Привет, друзья! С вами Анета из English Show. И этот выпуск мы снимаем для тех, кто только начинает свой путь в английском языке. Вы часто нас просите снимать видео попроще, мы прислушались к вам, и поэтому сегодня я буду рассказывать вам о глаголе в английском языке. А еще бонусом будет 25 основных глаголов. Наиболее употребляемых в английском языке. Чтобы выпуск был интереснее, все примеры мы взяли из культового сериала «Друзья». Признавайтесь в комментариях, кто смотрел сериал, а кто собирается смотреть его на английском. Колокольчики отшлифованы. А еще подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте нас постоянно, рассказывайте своим друзьям, бабушкам, дедушкам, всем, кто учат английский язык. И колокольчик. Есть колокольчик, обязательно его тык. А сейчас основная информация. В английском языке есть три основные формы глагола. Первая форма, мы ее еще называем начальная, это форма infinitive. Вторая форма – past simple. Форма, которая выражает прошедшее время. И третья форма – форма past participle. Форма past participle на русский еще переводится как «причастие прошедшего времени». Так, стоп, если там кто-то собирался уходить или переключать канал на что-нибудь другое, более интересное, то не делайте этого. Еще немного теории, и мы переходим к практике. Итак, друзья, чтобы использовать эти знания на практике, нужно знать еще кое-что. Когда вы начинаете использовать глагол в прошедшем времени, то вы увидите, что глаголы делятся на две группы. Глаголы бывают правильные и неправильные. Так вот, с правильными глаголами на самом деле все просто. Мы берем глагол past simple либо past participle и добавляем к нему окончание «иди». Например, я играю play, я играл played. С неправильными глаголами придется немного заморочиться. Я сейчас сразу вспоминаю своего первого учителя английского языка, и это где-то был класс второй. Не, не буду рассказывать эту историю. Если вдруг вам будет интересно узнать про Валентину Митрофановну и что она там рассказывала во втором классе, пишите в комментариях, и я как-нибудь обязательно расскажу. Просто нужно выучить. Они не поддаются никаким правилам, законам. Такие себе бунтари на английском языке или такие себе бунтари в английской грамматике. Поэтому просто берете и учите их. Моя преподавательская практика показывает, что большинство студентов сталкиваются практически с одной и той же проблемой. Вроде бы и глаголы выучили, и все в порядке, но есть в английском три глагола, такие как do, be and have. В чем их сложность? А сложность их в том, что они могут быть вполне обычными глаголами, выражать какое-то действие и переводиться. Do, делать, have, иметь и be, быть. Но также они могут быть вспомогательными глаголами в предложении. И тогда они не переводятся, а лишь помогают основному глаголу формировать время, либо строить вопросительные, отрицательные предложения. И чтобы было более понятно, я приготовила примеры. И первый пример с глаголом do. Тебе это нравится? Ты это любишь? Второй пример с глаголом be в личной форме. Он здесь будет звучать как is. Он славный парень, хороший парень. Третий пример с глаголом have. Джо, ты смотрел в окно? Друзья, надеюсь, что все было понятно. Если возникли какие-то трудности, то я рекомендую вам записаться на первое пробное занятие в нашу онлайн школу English Show. Первое занятие бесплатное, вы там сможете задать все интересующие вас вопросы преподавателю. А еще на занятии вы сможете озвучить свою цель, почему вы хотите учить английский, для чего вам это надо. И преподаватель построит вам индивидуальный план обучения. А теперь мы переходим к 25 глаголам английского языка. И первый глагол ask. Ask – спрашивать, либо просить. Иногда мы задаем неуместные вопросы. Глагол be – быть. Просто будь другом, хорошо? Будь поддержкой. Третий глагол call. Call – называть, окликать кого-то или звонить. That sounds good. I'll call you or you call me whatever. Звучит хорошо. Я тебе позвоню, ну или ты звони, неважно. Глагол call – называть, окликать кого-то или звонить. Следующий. Come – приходить, приезжать. Не бери трубку. Ну, тогда он придет сюда. Come – приходить, приезжать. Do – делать. What do we do? What do we do? What do we do? Что же нам делать? Итак, do – это делать. Feel – чувствовать или ощущать. I feel great. По поводу глагола feel никогда не говорите I feel myself. Просто поверьте на слово. Следующий глагол find. Find – находить, обнаруживать. Don't worry, we'll find them. Не переживай, мы найдем их. Find – находить, обнаруживать. И следующий глагол get. Get – один из самых распространенных глаголов в английском языке. У него столько значений, он такой многоуниверсальный, как швейцарский ножичек. Но сегодня я дам вам основной его перевод. Get – это получать что-то, приобретать. Can I get a blue bow? Can I get a blue bow? Могу я получить синий банк? Итак, get – это получать, либо приобретать. Give – дать, передать, подарить. Give me that phone. Отдай мне телефон. Give – дать, передать, подарить. Запоминайте, повторяйте. Следующий глагол go – идти, ходить. Why don't you go talk to him? Why don't you go talk to him? Yeah. Почему бы тебе не пойти и не поговорить с ним? Go – идти, ходить. И глагол have. Have – переводится как иметь. And you have the one thing I don't have. You have the one thing I don't have. А у тебя есть то, чего нет у меня. Have – иметь. Глагол know – переводится как знать или разбираться в чем-то. И вот вам почти скороговорка. They don't know that we know, they know, we know. They know that we know, they know, we know. Они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем. А напишите в комментариях, получилось у кого-нибудь повторить? Если получилось, то вы молодцы. Глагол lay – покидать, уезжать или оставлять. Я действительно видел, как он уходил. Глагол look – смотреть или выглядеть. Both of you, look at me. Look how young I look. Вы обе посмотрите на меня, посмотрите, как молодо я выгляжу. Друзья, обратите внимание, что в этом предложении мы встречаем два значения глагола look – смотреть и выглядеть. Дальше у нас make. Make переводится как делать, создавать или готовить что-нибудь. Здесь часто возникают трудности. В чем они состоят? Потому что у нас в английском есть два глагола, которые переводятся как делать. Один – do, а второй – make. Вкратце скажу, что do всегда выражает какое-то действие. Мы его используем, когда говорим о выполнении какой-то работы. Make, в свою очередь, мы используем, когда говорим о каком-то креативе. Приготовить чашку кофе, либо сшить платье. Если вы хотите больше узнать о глаголах do and make, то у нас уже есть такое видео на канале. Сверху есть такая всплывашка, и вы можете, когда закончите смотреть это видео, посмотреть следующее про do and make. А пока идем дальше. Глагол say. Say – говорить, сказать. You are to say. You are to say. Ты должен сказать. Say – говорить, сказать. See – видеть, осматривать. I wanna see. Let me see. Oh, I wanna see. Let me see. Я хочу посмотреть. Дай мне посмотреть. Итак, see – это видеть, либо осматривать что-то. Seem – казаться, представляться. Yeah, but you don't wanna seem too pushy. But you don't wanna seem too pushy. Да, ну ты же не хочешь казаться сливком назойливым? Seem – казаться, представляться. Глагол take. Take – брать или хватать. Okay, would you just take him away? Okay, would you just take him away? Just take him. Хорошо, вы его просто заберете? Take – брать, хватать. Следующий глагол – tell. Говорить или рассказывать. Tell her she looks good. Скажи ей, что она хорошо выглядит. Итак, tell – говорить, рассказывать. 21-й глагол, мы почти подошли к концу. Think – думать, размышлять. I think you're better than you think you are. I think you're better than you think you are. Я думаю, что ты лучше, чем ты сам думаешь о себе. Think – думать, размышлять. Глагол try – пытаться, стараться. Anyone else is welcome to try. Anyone else is welcome to try. All right, I'll turn a rocket. Кто-нибудь еще приглашается попробовать? Итак, try – пытаться, стараться. Use – использовать или пользоваться. Рейчел, используя свою голову, переведем мы дословно. Либо скажем, Рейчел, думай, думай. Use your head. И теперь глагол want. Want – хотеть, желать. I want you to stay. I want to stay too. I want you to stay. I want to stay too, but… Я хочу, чтобы ты осталась. Я хочу остаться тоже. Так, want – это хотеть или желать. И последний глагол в нашем сегодняшнем списке – глагол work. Work – работать. This is not gonna work. I bet this will work. This is not gonna work. I bet this will work. Это не сработает. Ставлю на то, что сработает. Work – работать. И вы хорошо сегодня поработали. Мы с вами узнали, что такое глагол. И выучили целых 25. Один мой знакомый говорит, что для того, чтобы заговорить на английском языке, достаточно выучить тысячу. Ну, вот, считайте. 25 у вас уже есть. Для удобства мы записали все эти глаголы в PDF-формате и выложили в Telegram-канале. Поэтому переходите по ссылочке и учите их. Учите глаголы. А сейчас, наверное, у всех возник актуальный вопрос. Это что, правда? А нет? Да, это я. Я подстригла волосы, покрасила их. У меня стоят брекеты, но в целом это я. Да? В целом это я, значит, значит, классно. Хорошо. Все это время была мысленно с вами и наблюдала за нашим каналом со стороны, запасалась новыми идеями и сейчас готова и хочу ими делиться. Друзья, вы, наверное, заметили, что у нас на канале появилось много ведущих и у нас есть идея. Мы хотим разделить ведущих на разные рубрики. Вот, например, я буду рассказывать вам про английский на примере песен, фильмов, либо интересных фраз, как сегодня. Осталось дело за малым. Нужно придумать название рубрики. Помогите, напишите в комментариях, как бы вы хотели, чтобы эта рубрика называлась. Например, топ от Анеты. Ну, типа топ от Анеты. Как будто Анета топает. В общем, топ от Анеты, либо ваши варианты. А сегодня с вами была Анета из English Show. Пока!